все самолеты которые находятся в воздухе они все видны сейчас можно все проследить покажите пожалуйста как тысячи арабов сирийцев которые нахрен не нужны сегодня в азербайджане где невероятный патриотический подъем где собственно говоря азербайджанская молодежь требует чтобы им дали в руки оружие и они хотят идти умирать на физулинский фронт на джабраильский фронт то там наверное южный и северный так с двух сторон карабаха понимаете они возмущены бомбардировками обстрелами гинджи мингичевира и других населенных пунктов азербайджана нафига азербайджану какие-то непонятные архаровцы меня просто вопрос вот голова службы внешней разведки умели не понимает или вам докладывают неверно ведь вы же спикером госдумы были либо вы находитесь на подряде у так сказать союзников из у дкб у армян что ли у меня вот просто интересно зачем повторять такую хрень вот зачем логически азербайджану нужны боевики из сирии которые ему точно не нужны потому что если боевики подойдут сегодня границам азербайджана они погонят оттуда азербайджан с их куда подальше потому что сразу макрон главное тоже или нарышкин хорошо не армянский с макроном что ли вместе так полюбилась франция что макрон сказал эту хрень про когда его алиф попросил или ильхам алиф предъявите горит факты макрон вообще понес какую-то околесицу что фактов то быть не может не нужны они азербайджану одни только проблемы нафига не нужны азербайджанцы все время пытаются как каких-то таких слабо вольных слабосильных людей которые не любят воевать вот армяне якобы боевые такие ребята вы я не знаю давно не видели азербайджанцев наверное я бывал в азербайджане эти годы я могу сказать что выросло целое поколение молодежи это подтянутые образованные подготовленные ребята которые являются патриотами своей родины причем это не только тюрки у гузы собственно азербайджан это и талыши это и лесгины это и авары аварцы это и у дины это и русские это и евреи азербайджанские и таты и многие другие там много народов живет в азербайджане вот армения мононациональная страна вы там вряд ли найдете кроме журналистов каких-то иностранцев там изредка понимаете разве кто замуж вышел там за армянина туда приехал такие уже силы которые пытаются превратить эту войну объявить армян чуть ли не форпостом христианского мира азербайджанцев чем-то таким каким-то зловещим исламским экстремизмом но это конечно достаточно смешно звучит по отношению к азербайджану который является светским государством и да где очень много верующих но это точно не государство исламского экстремизма и точно азербайджанское государство не будет использовать никакие лозунги джихада для борьбы поэтому а какую цивилизацию собственно представляет современное армянство давайте посмотрим гарик мартиросян а вот эти герои наша раша которые продюсировали армянские продюсеры это что ли современная армянская культура эту цивилизацию они защищают я тут смотрел по телевизору в одном кафе тут сейчас на кавказе я нахожусь посмотрел там они какую-то мафию изображают сидят тут тошно смотреть может тигран киасаян с его программой на нтв является той цивилизацию который вы защищаете поэтому уважаемый вардан честно говоря мне кажется не стоит разжигать войну я думаю что образованные умные цивилизованные армяне должны на самом деле встать на позицию чтобы прекратить войну я думаю что для армянского народа мир с азербайджаном открытые границы торговля свободное перемещение людей товаров денег гораздо выгодней чем постоянно превращение в пушечное мясо константин волков спасибо за донат каких-то внешних игроков допустим россии там или франции или еще кого-то неужели вы хотите чтобы армянской молодежь кидать в эту топку ради чего какой священной войны какой священной земли на этих оккупированных в этих оккупированных районах азиази азербайджана судя потому что нам показывают видео из джабраильского района стали только воинские части а если вы туда заселяли армян из других регионов мира как азербайджан об этом говорит что туда заселяют райское место к югу от карабаха в сторону ирана зенгелан такая провинция такой район где до в советское время жила около двух процентов армян 97 96 процентов было азербайджанцев если в самом карабахи и очень важно что эльха малиев это признал азербайджанцев было 25 процентов это сказал президент азербайджана армян было большинство значит то вот вокруг карабаха во всех районах было подавляющее 96 98 процентов азербайджанцев они оттуда изгнаны и на их территории заселяют армян привозя их из других стран армяне заселяются в россию в краснодарский край ростовской области по северному кавказу очень много и армяне засели заселяют туда я ничего против армянского народа естественно не имею как и против любого другого народа но а вот эта попытка превращения войны и территориальной войну цивилизационную которую я слышу от некоторых армянских деятелей она совершенно чудовищная она не имеет ничего общего естественно с реальностью максим скажите пожалуйста что мешает говорится о том что армения уходит 7 районов вокруг карабаха а к азербайджан снимает претензии по нкр только гордыня только гордыня великий они уже для себя сформировали я же был в армении и был даже в карабахе сведу министерство на основных дел азербайджан а там беседовал со всеми там нелюбенно говорили про великую армению подре про древнюю священную землю про то что они противостоят туркам турецкому нашествию противостоят исламу и так далее всю эту хрень они там несли на полном серьезе поверьте и многие да они получали при этом гранты карабахские армяне получали гранты не грели они вот из америки из европы просто получали гранты промышленности там никакой нет жить за счет чего непонятно продолжалась в том виде туш пашинян это война фактически он сразу понес такую околесицу он понес такую чушь и его риторика во внешней политике оскорбительная привела к таким последствиям которые азербайджан воспринял как неадекват и провокации в тавусском районе этим летом для азербайджана были крайне болезненно они поняли что им просто нагло показывают вот ваша труба вот ваш газ можем перерезать вам это одним выстрелом гаубицы точным и вы тогда будет стоять на коленях азербайджан решил на коленях не стоять а начать освобождение своей родины и мне очень важно что руководство азербайджана подчеркивает что это не война против армян если армяне со своей стороны постоянно педалируют тему что эта война против азербайджанцев то азербайджан постоянно говорит эта война виновником этой войны является руководство армении они сам армянский народ мы не хотим никаких этнических чисток. Да и собственно их и быть не может, поскольку на оккупированных территориях армяне не живут. Почему вы не говорите про обстрел Степанакерта? Десять дней армия, которая десять раз бюджет превышает противника, взяли Джабраил, есть опровержение, это большая победа. Обстрел Степанакерта, Константин Волков, это зона боевых действий. Степанакерт не обстреливают специально, как для того, чтобы терроризировать мирное население. Степанакерта от линии фронта до Степанакерта, это собственно дистанция гаубичного выстрела или залпа из урагана или града. Вокруг Степанакерта расквартированы, базируется достаточно много боевых подразделений армянской армии, армии Карабаха, которые ведут огонь и получают ответный огонь. Вы собственно говоря, исследуя ситуацию, увидите, что ни разу азербайджанская армия, хотя она имеет такую возможность, не атаковала Степанакерт. На Степанакерта могли бы висеть ударные беспилотники, и что там, как говорится, как вот над газой висят, я был в газе, и в небе барражируют три израильских беспилотника, это было еще лет 10 назад, когда еще не было таких технологий, как сейчас. И я там хотел снять один, палестинцы мне говорят, стоп, стоп, не снимай, он тебя увидит, пустит ракету, убьет нас тут всех. Поэтому хотели бы азербайджанцы, по Степанакерту наносились бы удары, нет никаких ударов по Степанакерту. А вот по Гинже был целенаправленный удар, причем по мирным районам Гинжи. Это древний город, древний город Гинжа, второй город по численности в Азербайджане и по красоте. Мне Гинжа, например, даже больше, чем Баку нравится, пусть Бакинша не обижаются, мне легче дышать, там не такой влажный воздух, хотя Баку прекрасен. Понимаете? В чем разница? Степанакерт, зона боевых действий, причем правительство Азербайджана предупредило, мирное население просьба отойти от военных объектов. А руководство Нагорного Карабаха, читай Пашинян, бьет просто конкретно по Гинже, по Мингичевиру.